Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, Вера Юрьевна Новикова, если в вашем доме есть улики, имеющие прямое или косвенное отношение к попытке убийства Игоря Иванова, я вас прошу, Вера Юрьевна, я вас прошу добровольно предъявить их следствию. У меня нет никаких улик. Ввиду вашего отказа сотрудничать со следствием, в присутствии понятых в вашей квартире будет произведен обыск на предмет выявления улик, имеющих отношение к делу Иванова. Я вас попрошу ознакомиться. Пожалуйста. Я не понимаю, почему вы у меня ищите улики? Потому что мы предполагаем, что это вы пытались отравить Игоря Иванова. У вас есть мотив. И не один. У вас есть личная заинтересованность в этом. Наконец, вы были в доме, где проживает Иванов. Вы были в то время, когда произошло на него покушение. Бред. Я не миновато. Пожалуйста, начинайте обыск. Никифоров. Стойте. Детская кухня. Петров, спальня. Я посмотрю гостиную балкона. Прекратите немедленно. Прекратите этот балаган. Мне кажется, вы недооцениваете всю серьезность происходящего. Мы докажем вашу причастность к преступлению. И тогда вы отправитесь в местание столь отдаленным на несколько долгих лет. Если, конечно, вы не решите сотрудничать со следствием, вот тогда ваш срок может быть существенно меньше. Да и колония существенно ближе. Я вам советую подумать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, привет. Прошу тебя, приезжай срочно. Тут реально какой-то дурдом. Полная квартира ментов. Мать в панике. Боюсь, она наговорит каких-то глупостей и потом не отмоется за всю жизнь. Какие менты? Что им надо? Я не в курсах. Приезжай, сам у них спроси. Меня они ядно всерьез не воспринимают. Я скоро буду. Но что они хотя бы говорят? Ты слышала? Говорят, что мама хотела убить Игоря Иванова. Иванов? Кто такой Игорь Иванов? Это жених Нины. Ну, бывший типа жениха. Зачем маме убивать Нининого жениха? Откуда я знаю зачем? Ну, вот этот следователь Борисов говорит, что у нее есть мотив. Какой мотив? Какой у нее может быть мотив? Это какой-то беспредел. Девушка, будьте так любезны. Пройдите в свою комнату. С чего это я вдруг не пойду? Там душно. Уважаемая, пройдите, пожалуйста, в свою комнату. Иначе... Что иначе? Арестуете меня или тут расстреляете? Давайте без этих глупостей. Пожалуйста. Все, меня загонят в квартиру. Приезжай срочно. Все, скоро буду. Так вот оно в чем дело. А я дурак никак не мог в толк взять, почему работа фирмы тормозится. Чего он так уперся? Я вот не думаю, что это как-то связано. По моим сведениям, Новикова ничего об этом не было известно. И это точно станет для него сильным ударом. Он души не чает своей жене. Спасибо. Ударом, говоришь? Скорее всего, да. Ну, не думай, что цель уже достигнута. Надо давить на него дальше, чтоб сломался. Чтоб небо Савчинку казалось. А женушку его я лично в тюрьме сгною. Тварь подлая. Не ослабляй хватки ни на секунду. Чаще всего жертва выскальзывает из рук, когда ты уверен, что она уже твоя. Свободен. 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 Кто старший? Я старший. Следователь уголовного розыска Борисов Лев Юрьевич. Виктор Новиков, что происходит? В чем вы обвиняете мою жену? Мы не обвиняем, а подозреваем вашу супругу в попытке убийства Игоря Иванова. Скажите, вы не знаете, в вашей квартире хранятся ядовитые вещества? Нет. И никогда не было. Откуда у нас что, кабинет имени? Помолчи. Скажите, а вот эти ключи, это от вашей недвижимости? Нет. Одни от квартиры мамы, а вторые… Мне оставил мой пациент, Реймар Марк Палович. Он уехал из санатория, корня кота. Угу. В общем, ничего нет. Подожди, вы… Вы хорошо искали? Конечно, хорошо. Квартира новая. Они не успели ее хламом заставить. Тут и прятать-то негде. Ладно. Ладно. Вера Юрьевна, до определения судом меры пресечения на время следствия вы будете находиться в изоляторе временного содержания. Увеличить. Зачем? Да вы… Да вы что? Вить, а зачем вы это делаете? Вы что творите? Понимаю. Это нужно, во-первых, для того, чтобы она не сбежала, во-вторых, чтобы не связалась со своими подельниками, в-третьих, она отказалась сотрудничать со следствием. Вы не имеете права! Имею. Имею. Свяжитесь с пациентом Новиковой и узнайте, оставлял ли он ей ключи от своей квартиры. Мерисом Малышке. А-а-а! Зачем? Она рекламировала. Имею. Алло, это Филиппов. А, слушаю вас. Я хотел узнать, есть ли какие новости? Вы же провели обыск у Новиковой. Ничего, ровным счетом ничего, что могло бы помочь следствию. Прям вот ничего. Может, вы плохо искали? А что вы рассчитывали? Мы у нее найдем. Не будет же она прятать яд в своей квартире? Правда? Она ведь не глупый человек. Не знаю, это ваша работа выяснять. Я знаю свою работу и не нужно мне напоминать о моих обязанностях. А вот у вашего начальства может быть другое мнение. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, вы должны надавить на нее. Но сейчас ведь не 37-й год. Правда? Да и она не похожа на отравительницу. Ой, да откуда вы можете знать, похоже, не похоже? Выводы я строю на опыте. А опыт у меня громадный. Давайте посмотрим, как будет дальше. Ведь может так и получиться, что мне придется просить прощения. Мне. Мне. Слышите? Мне извиняться. Не вам. Всего хорошего. Слышите. 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 Ну, что теперь будет? Надо что-то делать. Надо ложиться спать. Спать? Что? Вот после всего, что произошло, ты можешь лечь и заснуть? А нам завтра нужна свежая голова, чтобы мы можем вытащить маму оттуда. Тебе наплевать на нее, на меня, тебе на всех наплевать. Мать увезли в тюрьму, она сегодняшнюю ночь проведет на холодном полу с крысами. А ты пойдешь в вашу теплую постель и будешь спать. Тихо, тихо. Тихо. Успокойся, слышишь? Успокойся. Ну-ну, успокойся. Все будет хорошо. Слышишь? Все выяснится. Завтра все выяснится, и мы вернем маму домой. Слышишь? Ну, мы вернем маму домой. Обязательно. Тесамов? Миктор Андреевич! Таня, не сейчас. Артем. Ага. Здравствуйте. Что случилось? Вчера вечером арестовали Веру. В смысле? Они думают, что она пыталась отравить этого Игоря Иванова. Бред! Зачем ей это делать? Зачем? Что-то как-то все стремительно происходит. Слишком быстро, да? А не замешан ли в этом Филиппов? Да при чем здесь Филиппов? Ты что, не в курсе? Игорь и его сын. Ты думаешь, это месть? Ну, я думаю, да. Не об этом тебе надо думать. Да что ты говоришь? А о чем мне сейчас, по-твоему, нужно думать? Вам сейчас нужен хороший адвокат. Срочно. Да. Адвоката надо найти. Мне кажется, я могу вам в этом помочь. Ну, только это будет стоить денег. Да я найду деньги. Ты найди хорошего адвоката. Всего я сейчас этим займусь. Слушай, Артем, вы еще займись всеми делами. Мне сейчас нужно к следователю. Хорошо? Я выйду после обеда. Да, слушаю. Сейчас, секунду. Секунду. Я позову, я занят. Занят, я занят. Сейчас я позову вас. Все. Веру арестовали. Виктор начинает борьбу за ее свободу. Понимаешь, да? Процесс этот должен затянуться. Надолго. Ему нужно будут на это деньги, и надо придумать, как его на этом подловить. Хорошо. Есть какие-то идеи? У меня нету. Ты сам придумай. И самое главное, помни, что нам нужно не посадить Веру, а освободить кресло Виктора. Да я помню, помню. Добрый день. Вы к кому? А, я к Борисову. Документы можно? Да. Проходите. Двадцать третий кабинет. А, спасибо. Можно? Проходите, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Виктор Андреевич. Да. Ну, расскажите мне, что делала ваша жена позавчера в квартире Игоря Иванова? Не знаю. Я не думаю, что она вообще там была. Это какая-то ошибка. Они даже не знакомы. А вы уверены в этом? Абсолютно. Нина хотела нас познакомить, но она умерла, вы же знаете. Да. И это один из мотивов. В каком смысле? Месть. Вот, посмотрите. Пожалуйста. Это ваша жена? Качество видео отвратительное. Ну, да. Эта женщина чем-то похожа на мою жену. Ну, зачем вы так? Вы же прекрасно видите, что это ваша жена. И что это доказывает? Ничего. Но она там была. Вопрос, зачем? Продолжение следует. Привет. Заказал тебе твое любимое вино. Твой любимый рис с овощами. Еще у меня для тебя есть клиент. В его жену привлекают за попытку убийства. Спасибо, братик. Но ты же знаешь, я в рабу в тебе не нуждаюсь. Я понимаю. Но это нужно мне, пожалуйста. Но. Ну, конечно. Всегда есть но. Но. Твоя задача будет не защитить ее, а сделать так, чтобы он все время нуждался в деньгах. Чтобы он залез в долги, потом начал брать взятки, спалился на этом и освободил на кресло. Значит, это твой босс. Ясно. Скажи, а его жена действительно виновна? Ну, а какая тебе разница-то? Ну, ты же знаешь, я не люблю браться за делом, где заведомо всем известно, что подсудимый виновен. Нет. Тебе не надо ее спасать. Тебе нужно вытащить из него как можно больше не. Чем же он тебе так насолил? Ну, плохой начальник. А ты, значит, хочешь занять его место, стать хорошим начальником. Молодец, братец. Да? Не скрываю это. От этого будет всем лучше. Всем? Да. В первую очередь ему и его себе. Еще я знаю, что ваша жена очень хорошо знает Игоря Иванова. Но этот факт она почему-то скрывает. А вы ей в этом помогаете. Зачем? Это бред. У меня вообще такое ощущение, что вы говорите не о нас с Верой, о каких-то посторонних людях. Это ошибка. Я уверяю вас. А то, что Вера Юрьевна была замужем за Игорем Ивановым, тоже ошибка? Недолго. Все равно несколько месяцев по официальным данным. или вы тоже этого не знали? Рядом с вами проживает дочь Иванова. Вы никогда не интересовались, кто ее отец? Нет. Ваша супруга, будучи беременной, бросила Игоря Иванова и исчезла в неизвестном направлении. Это неправда. Правда. Это правда? Полюбуйтесь. Я не знал. мне по-человечески искренне вас жаль, Виктор. Я даже готов поверить, что вы ничего не знали. Но сейчас вы готовы осознать? Ваша падчередца в случае смерти Иванова становится наследницей крупного состояния. Не может быть. Может. И ваша супруга это прекрасно понимала. И это мотив. Серьезный мотив. Вы хотите сказать, что Вера это все спланировала? Уверен. Скажите, откуда она могла достать цианисты калий? Да неоткуда? Откуда ей надо было это достать? А вы подумайте. Хорошенько. Потому что если вы знаете и скрываете, вы автоматически становитесь соучастником преступления. Подумайте. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я уже вообще ничего не понимаю. А вот здесь вот все мои телефоны. Если вдруг что-то вспомните, обязательно звоните. Любую мелочь. В действиях, словах Веры Юрьевны, все, что может подтвердить или опровергнуть ее умысел. Мы с вами должны докопаться до истины, которую тщательно пытаются скрыть и помочь вашей супруге. Возьмите пропуск. Можете идти. Если надумаете уезжать из города, сообщите. господи, почему же ты мне ничего не сказал? Да, слушаю. Ну, как все прошло? Как прошло? Ну, да, сложно сказать. Я пока еще не разобрался. Ты какой-то растерянный. Ты вообще готов к встрече с адвокатом? Адвокатом? Каким? А, да, да. Да, ну, прости, я еще просто не совсем хорошо соображаю. Да, да, готов. Хорошо, просто нужно будет внести авансовый платеж. Пять тысяч долларов. Сколько? Пять. И это только аванс. Она очень знаменитая. Адвокат. Если дорого, ты скажи, я отменю встречу. Нет, нет, нет. Я готов встретиться. Давай, да. Сегодня. Ты извини, просто все так резко навалилось, прямо как снежный ком. Давай. Привет, ба. Привет, Лизон. Ты как? Нормально. А ты? А, тоже. Грустишь? Грущу. Давай грустить вместе. Давай. Дома полный, Трэш. А что дома? Трэш, маму арестовали. Вчера вечером увезли в полицию. Маму арестовали? Что я могла арестовать? Что ты несешь? Ничего не несу. Говорят, что она пыталась отравить Игоря. Не понимаю, кто такой Игорь? Это бывший жених Нины. Нины больше нет. Да. И он в коме. Господи, а зачем? Зачем Вере травить Игоря? А я откуда знаю? Так, поехали. Куда? В тюрьму. Так, надо передачу, теплые вещи и чай. Вот. А я смотрю, у тебя богатый опыт был. Интересно, откуда? Ничего, поживешь свое, появится у тебя разный опыт. Пошли. Идем. Поехали. Давай. Собирайся. Одеваемся. Виктор Андреевич! Да подожди ты, Тань, ну правда, ну! Артем! Ну, как все прошло? Охреново. Не знаю, как там у них это точно называется, или предумышленное убийство, или попытка убийства, я не знаю. Все настолько хреново. Что с адвокатом? Ну, она приедет через час. Хорошо. Я у себя. Хорошо. Пусть заходит ко мне. Конечно. Слышь, ты, подруга, не маячь перед глазами. Ничего, ничего. Посидишь с нами, принюхайся. Это еще не самая плохая хата. Новикова. На выход. Лицом к стене. Руки за спиной. Вперед. Идея, конечно, хорошая. Временем только обрез. Надо поторопиться. Ну, это понятно. Денежки только нужны. Смотри, это ключ. От приемной. Это от кабинета. Держи. Это электронный, от проходной. Деньги я найду. Хорошо. Прежде чем мы начнем, я хочу еще раз дать вам шанс на чистосердечное признание. Послушайте, это не только сэкономит вам силы, оно и существенно сократит срок. Мне не в чем признаваться, я не виновата. Хорошо. Давайте отбросим эмоции и перейдем к фактам. Давайте. Допрос подозреваемой Веры Новиковой в покушении на жизнь Игоря Иванова. Итак, вы утверждаете, что имело место совпадение. Вы пришли к коллеге в подъезд, где проживает Иванов, и это было в пятнадцать часов. Да, все верно, именно это я вам уговорила. Хорошо. Пожалуйста, внимание на экран. Действительно, ваши слова имеют подтверждение, это действительно было в пятнадцать ноль семь. Да. Но я знаю, что вы еще раз выходили, а потом возвращались, и это было в течение сорока минут. Да потому, что я приносила лекарства Наталье Николаевне. Я ходила в аптеку. Хорошо. Еще раз смотрим на экран. Это тоже вы. Но время уже восемнадцать тридцать. Как вы это объясните? Никак. Это не я. Это не я. Вы думаете, раз на вас другое пальто и очки, вас уже не узнать? Да это не я. Что вы себе нафантазировали? Я требую независимую экспертизу. Хорошо. Будет независимая экспертиза. Все по закону. Но вопрос в другом. Что вот это вот все, оно ведь подтвердится? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Ну, если вы Виктор Новиков, и вам, точнее, вашей супруге нужен адвокат, то да, я к вам. Да, да. Конечно. Ой, извините, ради бога, простите. Давайте. Благодарю. Проходите, присаживайтесь. Простите еще раз, я просто до сих пор не могу прийти в себя от этого сбывшегося кошмара. Да. Люди всегда думают, что этого с ними никогда не произойдет. Да. Скажите, а вы уверены, что ваша супруга не совершала покушения на Игоря Иванова? Да, уверен. Виктор, для того, чтобы мне верно выстроить линию защиты, мне нужно, чтобы вы со мной были предельно откровенны. Как на исповеди, как с доктором. Вы слишком быстро дали ответ на мой вопрос. Я вижу, что вас что-то тревожит. Пожалуйста, поделитесь со мной. Хорошо. Я сегодня был у следователя и узнал, что, оказывается, 17 лет назад Вера была замужем за этим Игорем Ивановым. И моя дочь, это его дочь. Ну, в смысле, их дочь, это моя падчерица. Вы понимаете? Да, я понимаю. Самое обидное то, что я узнал об этом не от Веры, а от абсолютно постороннего человека, от следователя. Я, наверное, как-то это немножко путанно объясняю. Мне совершенно понятно ваши переживания. Но давайте на время от этого абстрагируемся. Тот факт, что ваша супруга была замужем за Ивановым, не означает, что она могла его убить. Да, у нее есть мотив, но и только. Спасибо. Эльза, как вас по отчеству? Давайте просто, Эльза. И на ты. Мне нужно ваше полное доверие. Хорошо. Да. Ну что ж, для начала попробуем вытащить вашу супругу под залог. Для этого нужна будет определенная сумма. Сколько? Порядка 20 тысяч долларов. Скажите, у вашей супруги есть активы за рубежом? Нет. Ну, значит, сумма будет еще меньше. Тогда завтра в 10 утра я жду вас у себя в офисе. Мы подпишем договор. Уважаемая, подождите. Вы к кому? Мы к моей дочери. Вере Юрьевне Новиковой. Да, это моя мама. Подождите. Так, у нас такая нечислица. Как нечислица? Ее вчера арестовал следователь Борисов. Борисов? Так она под стражей. Что, сам ты иди ходили за? Вы совершенно правы. Ее вчера задержали. Значит, вам к Борисову. Паспорта можно? Да. Должен вам сказать, Вера Юрьевна, вы очень загадочная женщина. Мне даже как-то стыдно за свою скучную жизнь. Кстати, ваш супруг, который тоже сегодня был здесь, думаю, до сих пор в шоке. Не понимаю, что вы хотите мне сказать? Думаю, он, каким я не может понять, почему его жена скрывала от него, что была замужем за Игорем Ивановым, который потом пытался жениться на вашей сестре, и от которого у вас дочь. А что вы сказали, Витя? Все. Ну, зачем? Ну, зачем? Я должна была сама ему все рассказать, иначе он не так подумает. Что вы скрываете? Почему вы так тайно, поспешно бежали от Иванова? Для чего потом с ним встречались и даже конфликтовали? Почему вы скрывали от всех, что он отец вашего ребенка? Да потому, что он меня бил сильно и страшно. Но ведь полиции на это наплевать. И у вас сдали нервы, и вы попытались его убить. У меня сдали нервы 17 лет назад, и я сбежала. И попыталась его забыть. А он вдруг объявился? Да, да. И вы решили его устранить. Я очень хорошо вас понимаю. Нет, все. Я больше не буду отвечать на ваши вопросы. Давайте, ведите меня в суд. Нет. Сейчас вы отправитесь к себе в камеру и хорошенько подумаете. Потому, что если вы и дальше будете продолжать говорить неправду, вам придется привыкать к тюремному режиму. И разговор мы только начали. Надо постучаться и войти. Вот, сразу видно, что ты не разбираешься в социальной системе. Надо ждать, пока тебя вызовут. Вызовут? Они же не знают, что мы здесь. Поверь мне, они знают все. Даже когда ты думаешь, что все плохое позади, и тебя никто не видит. Их камеры видят все. В конвойник! Лиза, Лиза! Куда? Стоять! Спокойно, вы кто? Это моя мама. Сидите. Да, да. А мы тебе передачку принесли. Тебя здесь не обижают, мама. Проверьте передачку. Вроде ничего запрещенного. Десять выдачет. Спасибо, спасибо большое, Верочка. Мама, ротенька моя. Верочка, родной моя. Андреич! Андреич! Подожди. Ну, это ты… С адвокатом договорился? Мы завтра заключаем договор. Деньги нужны. На адвоката и на залог. Витя, я много не могу, но… Спасибо. Но это не спасет. Витя, я уверен, это происки Филиппова. Я понимаю, тебе не с руки. Может быть, я с ним поговорю. Я уверен, удаст любую сумму какую ты скажешь. Просто скажи, сколько тебе нужно. Нет, это невозможно. Открылись некоторые обстоятельства и я… Я пока вообще не понимаю, что с этим всем делать. Я тебе потом расскажу, может быть. Спасибо еще раз. До встречи. Положишь верхний, нижний, которые в пачку. Хорошо. Мам, зачем ты это сделала? Ты что думаешь, что это я виновата? Это же вы не виноваты, я знаю. И считала, что это он убил Нину. Ну, я не пыталась его убить. Это он убил Ниночку и поделомим. Правильно сделала, Верочка. Ты все правильно сделала. Мама, я не виновата. Это не я. Я знаю, моя девочка. Я не виновата. Я знаю, Верочка. Я все знаю. Время, девушки, на выход. Пять минут, пожалуйста. Время. Пять минут. На выход. Вы не имеете права. Вообще без адвоката. Я знаю, я читала. Приглашайте адвоката, я не против. Встать. На выход. Верочка. Надо было мне самой со следователем поговорить. Почему они ее держат в таком ужасном месте? Виктор должен был сегодня встретиться с адвокатом. Надо узнать результат. Раньше-то его папой называла. Что случилось? Переходной возраст. Психологическое бунтажство. Привет. Что с адвокатом? Да вроде толковый адвокат. И помочь хочет, судя по всему. Так что... Надо только деньги найти. Но это я как-нибудь... Придумаю. Так что завтра подпишем с ней договор, и она обещает вытащить маму под залог. Почему завтра? Почему не сегодня? Она не успеет так быстро подготовить все документы. Ей придется еще одну ночь с ночью воде в этом ужасном месте? Сколько нужно денег? Пока пять тысяч долларов. Сумма залога еще не понятна. У меня есть пятьсот долларов. Я дам. А откуда у тебя такие деньги? Не важно откуда. Ну ладно. Если понадобится, я скажу. Понятно. Поехали ко мне. Я такси вызвала. Нет. Мне в универ надо. После универа приедешь. Хорошо? Ладно. Приеду. Давай. Здравствуйте. Здрасте. Вы к Никитару Андреевичу? Да. Он сейчас отъехал, будет позже. Ему что-то передать? Нет, спасибо. Я в следующий раз зайду. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы принесли все документы? Да. Все по списку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Да. Все в порядке. Хорошо. Я сейчас отнесу документы. И завтра деньги будут у вас на карточке. Простите. Завтра в котором часу? Думаю, после обеда. А можно сделать так, чтобы деньги на карту пришли уже сегодня? Боюсь, что правилами нашего банка это запрещено. По моему начальству спросить? Или давайте я спрошу? Давайте я сама. Начальство не любит, когда их беспокоит. Зато сами они очень сильно любят беспокоить. Особенно, когда нужна аренда в центре. Виктор Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что же вы сразу ко мне не зашли? Я посчитал это как-то не совсем удобно. Да и девушка у вас... Молодец. Так все быстро, оперативно оформила. Только вот... Ну что вы, что вы. Не переживайте. Деньги будут у вас на карте уже через час. Быстрее. К сожалению, технически не смогу. Спасибо вам огромное. Вы меня очень выручили. Если впредь вам понадобятся средства, обращайтесь. Мы с удовольствием расширим для вас кредитную линию. Привет. Привет. Ну что ты, как дела? Николя. Привет. А ты что, не в курсах? У нее мамаша за убийство сидит. Смотри, а то и тебя. Того. Ах ты... Тихо, тихо, тихо. Мирошниченко! Мирошниченко! Мирошниченко, декабрь. Ты меня еще получишь! Дура, ненормальная. Да! Мирошниченко, что это было? Зачем вы ударили девушку по лицу? Мирошниченко, а принцессу нашу, походу, бодуар не устраивает. Ничего, ничего. Скоро привыкнет. Новикова, к следователю. О! Поглядите, поглядите! А наш принцесса-то следователю понравился. На ночь вызывает. Давай, давай! Ублажи его! Может, подобреет? Ты закройте и спать ложитесь! Ой, 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 ой! Да! Хорошо, идем. Наручники сними. Присаживайтесь! Это вам! Угощайтесь! Перед уходом я решил еще раз с вами поговорить, чтобы ночью вы успокоились и подумали. Если чистосердечно признаете свое вино, суд, конечно же, все учтет. И первая судимость, и положительная характеристика на работе дадут каких-то несколько лет. Может быть, даже условно. Ну, и все закончится. Да я не виновата. Бери времена. Я искренне хочу вам помочь. Послушайте. Ротенькая моя. Мама, зачем ты это сделал? Ты что думаешь, что это ее виновата? Ты же меня ненавидела, я знаю. И считала, что это он убил Нину. Это он убил Ниночку и поделом его. Правильно сделала, Верочка. Ты все правильно сделала. Вы понимаете, что это значит? Ну, то есть мужу о своем первом браке вы не врали. Наверное. Просто недорассказали большой фрагмент своей жизни. Это очень удобно. Но я не пыталась его обмануть. Зря вы так. Зря. Это был ваш последний шанс. Конвоир! Уведите. Лицо на стене. Заходим. Здравствуй. Здравствуйте. Ты пунктуален, это приятно. Не думаю, что многие опаздывают к вам на свидание. К вам? Мы опять на вы. К тебе. Да, ты прав. Немногие. Да. Эльза Генриховна, вот ваши документы. Благодарю. Ну что ж, это договор. Читай. Да, я верю. Читай. Договора всегда нужно читать. Ну, тут все правильно, все по делу вроде. Все. Тогда подписываем? Да. Доброе утро. Ну что, подумали? Да, мы подумали и решили помолчать. Вот вам договор. А вот вам постановление об изменении меры пресечения на домашний арест. Лихо. Но договорить с обвиняемой я могу? Ну, конечно, можете. Только не сегодня. Для начала мы с ней должны пообщаться. Зря вы так. Пойдемте. Не так быстро. Что-то еще? А как же? Браслетик электронный надеть. Вдруг ваша птичка решит упорхнуть. Ну, конечно. Присылайте вашего специалиста по домашнему адресу и надевайте. Исключено. Сейчас вы отправитесь в восемнадцатый кабинет и вам наденут браслет. Затем наш сотрудник сопроводит вас к месту содержания. Угу. Давайте мы доедем до дома сами, хорошо, без ваших серверов. И тогда никто не узнает о том, что вы нарушили закон. И допрашивали мою клиентку без моего на то ведома. О, стоять! Вы куда? Домой, служивый. Домой. Проводи восемнадцатый. Понял. Пойдемте. Нельзя ходить в публичные места. Рестораны, кафе, торговые центры. Только на работу и обратно, и одним и тем же маршрутом. Трекер будет всегда с вами, он будет сообщать полиции о вашем местонахождении. А как же магазин там за продуктами? Ни в коем случае. Только дома и не дальше ста метров от дома. Ваш маршрут на работу – это послабление только лишь потому, что у вас социально значимая работа. А что, от больницы тоже? Только на сто метров? Я бы не стала рисковать. В средневековье какое-то. Ну, неужели вам было бы лучше в камере? Нет, конечно. Да. И еще. Не вздумайте нарушить режим. Иначе глазом не успеете моргнуть, как окажетесь в СИЗО. Поняла. Отлично. Давайте я вас подвезу. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Виктор Андреевич Новиков? Да, это я. У нас есть сведения, что в вашем кабинете находятся незаконные денежные средства в виде взятки. Слушайте, вы ко мне уже как на работу ходите. Вам не надоело? Понятые, проходите. Виктор Андреевич, вы можете помочь себе сами и добровольно выдать денежные средства? Ну, уж нет. Это же что-то наподобие той идиотской шутки, когда кто-то звонит и говорит, что школа заминирована. Правильно? Давайте ищите. Потом вместе посмеемся. Приступайте. Я не мешаю? Все в порядке. Внимание. Понятые. Не будите лихо, пока оно тихо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok